От экономических вопросов до чернобыльской проблематики. Широкий спектр тем Александр Лукашенко обсудил сегодня с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Разговор президент начал с экономических вопросов. Как сработали в первом квартале и как правительство оценивает перспективы на будущее. Несмотря на то, что развиваться и набирать обороты реальному сектору приходится в непростые времена и под серьезным внешним давлением, экономика с начала года вышла на траекторию роста. Позитивная динамика наблюдается по всем финансовым показателям. На 20% увеличилась выручка, прибыль от реализации продукции на 30%. Растет и рентабельность продаж, переросли и в экспорте. Причем не только за счет традиционных позиций – калийное удобрение и нефтепереработка, но и за счет промышленности. Темпы роста чуть более 109%. Если говорить о доходах населения, то в первом квартале в реальном исчислении они выросли почти на 5,5%. Глава государства отметил, что сложности добавляют попытки запугать Беларусь санкциями. По мнению Александра Лукашенко, такие недружественные шаги нельзя оставлять без симметричного ответа. Я не буду тут распространяться, рассказывать какие-то мнения. Просто скажу, чтобы вы понимали. Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, дайте мне информацию о наиболее крупных проектах европейских у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. Посмотрим на их работу. Но главное, что без ответа ничего не должно оставаться. Вообще я всегда задаю вопрос. Кому это выгодно и зачем? Слушайте, мы защищаем свою страну. И мы с вами, весь народ, мы хотим жить в своей стране. Мы ее защищаем. У нас что, за это санкциями поголовили? Поэтому надо отвечать. Ну и мы начали принимать уже такие решения, конечно. Да, да, и правильно. Правильно, я вижу. Но это только начало. Коснулись в разговоре и чернобыльской проблематики, которая обсуждалась во время поездки Александра Лукашенко в пострадавшие от катастрофы регионы. Тогда было решено к сентябрю выработать перспективную программу по развитию этих территорий. После доклада у главы государства Роман Головченко рассказал журналистам, что при формировании плана для чернобыльских районов, прежде всего, акцент будет сделан на повышении их экономической активности. Главная задача – подтянуть уровень жизни людей до общереспубликанского. Пример-министр подчеркнул, что новая программа – не замена, а дополнение к уже действующей. Идет сейчас работа над насыщением этой программы конкретными мероприятиями, конкретными объектами. Задача двояка. С одной стороны, создать новые точки роста, локальные. Там большое количество населенных пунктов, районных центров, поселков, крупных осел. В каждом из них надо подумать оптимально, какое создать производство местного масштаба, для того, чтобы предоставить рабочие места и под них создать также и инфраструктуру. То есть там, где люди жили и чувствовали себя не хуже, чем в городе. Затронули и тему ковидных надбавок медицинским работникам. Специалистов, которые работают в красных зонах, государство по-прежнему будет финансово поддерживать. Президент также поинтересовался итогами межправсовета ЕАЭС в Казани и подробностями переговоров Романа Головченко с его российским коллегой, премьером Михаилом Мишустиным. Редактор субтитров А.Семкин